Всем привет, с вами вновь я, Антон Могвинов, и прошло довольно много времени, как мы с вами не виделись, и на это есть, к сожалению, причины, о которых мы сегодня и поговорим, сегодня будет серьезный выпуск, как вы знаете, я переболел ковидом-19, и на самом деле сама болезнь у меня проходила довольно легко, чего нельзя сказать о последствиях, про которые только сейчас, собственно, начинают говорить, спустя год после того, как мир столкнулся с пандемией. Субтитры сделал DimaTorzok И на самом деле последствия зачастую гораздо хуже перенесенной болезни, и вот, например, стопочка лекарств, с помощью которой я выкарабкиваюсь все это время, и до сих пор у меня есть проблемы, поэтому этот ролик про то, как я болел... ...выкли к тому, что ковид, он есть, да, типа, все уже говорят, ну мы все переболеем... ...как, в общем-то, все происходило... ...просто это ощущение, что ты с ума сходишь, *** ...и про то, что происходит с тобой после болезни... ...а сейчас прям, что-то там нейрончики забегали, прям, как пелену сняли... ...и о чем, ну, действительно, слишком мало говорят, на мой взгляд... ...и в последний раз мы с вами виделись в начале января, я делал ролик про Хитмана, и вы видели, я делал это через силу... ...и сегодня я спешу поделиться впечатлением... ***, они вообще не хватают... ...тогда я все еще был заразный, как показал тест, но уже неделю без температуры, и потихонечку, вот, выкарабкивался... ...и думал, что с каждым днем мне будет все лучше и лучше, и вот, к сожалению, как бы не так... ...болезнь очень коварная, и сейчас все больше людей заболевает, и сейчас отменили еще масочный режим в некоторых регионах... ...и я чувствую себя обязанным, вот, просто поделиться опытом, что делать, как действовать... ...потому что, главное, резюме, наперед вам скажу, медицины в нашей стране нету... ...пациентов столько, что они лежат в коридорах... ...но и там не факт, что помощь окажут оперативнее... ...дождь на улице, дождь в отделении... ...и у вас, на самом деле, вот, даже слушая там блогеров и СМИ, могло возникнуть ощущение, что, ну, с болезнью научились сражаться... ...у нас вот есть ковидные госпиталя, и все более-менее налажено, ну, заболеем, все равно все переболеем... ...все уже говорят, ну, мы все переболеем, у меня все-таки ощущение, что всем переболевать не надо... ...и вот это видео, к сожалению, про то, что все далеко не так просто... ...я сам, когда переболел, вот тогда, 5-го числа, я думал делать ролик... ...и он должен был как раз из этого и состоять, что, ну, болезнь идет, там, 5-6-7 дней... ...да, неприятно, но если легкая форма, то, в общем-то, переносится как обычная простуда, ничего страшного... ...но вот, к сожалению, после этого жизнь начала подкидывать сюрпризы и бить по голове... ...и, ну, во-первых, я думаю, вы знаете, многие из вас знают, что трагическая новость... ...что Денис Бесовский, мой коллега, с которым мы одновременно заболели, он на 4 дня раньше... ...короче, второй день в аду, температура 38, в принципе, вся пачка, кроме потери нюха... ...мы очень активно переписывались, и когда я снимал предыдущий ролик, я был уверен, его выписали... ...что с ним все будет в порядке, к сожалению, Денис умер через несколько дней... ...после того, как его выписали из ковидного госпиталя, из одного из лучших в стране... Да, ребята, к сожалению, правда... ...не... ...ну, на самом деле, написал, потому что не знаю, что сказать... ...и эта новость, она, ну, я думаю, что она прибила практически всех в индустрии, кого я знаю... ...все сразу побежали, в общем-то, делать прививки... ...стали гораздо аккуратнее относиться, в общем-то, к окружению и к всему, в чем они делают... ...к сожалению, иногда та информация, которая в интернете, и СМИ на нас не так действует... ...и когда вот рядом, близко что-то случается, тогда действительно бьет по голове... ...у меня тогда реально просто побежал холодный пот по спине... ...и я понял, что, на самом деле, вот, все было не так... ...что ли просто... ...что мне повезло, и... ...после этого ковид начал еще побочками стрелять во все стороны... ...и тогда я понял, насколько это коварная и неприятная болезнь... ...и вот здесь я, на самом деле, удерживаюсь, чтобы всеми, в общем-то, словами... ...не покрыть тех вот хайпажеров блогеров, которые... ...начали двигать тему, что вот Кремль платит блогерам, чтобы они продвигали вакцину против ковида... ...и выпускать так называемые разоблачения, при том, что я знаю, по крайней мере, нескольких блогеров... ...которые были в этих роликах, которым никто не платил... ...которые сами делали эти видео и рассказывали своей аудитории о своем опыте... ...но даже если так, если кому-то заносили, чтобы, в общем-то, продвигать вакцину... ...то лично я в этом не вижу ничего плохого, особенно после того, что я пережил... ...и мне вот только хочется у этих мразотных блогеров спросить... ...вот, ребят, те лайки и тот хайп, который вы словили, вот он стоил того, что к людям, реально больным людям... ...стали прибегать вот идиоты из вашей аудитории и говорить им гадостей? Я знаю, что и Денису, и мне прибегали эти чуваки, говорили... ...и у нас этого крайне-крайне бомбило... ...а в условиях ковида, поверьте, бомбить так, что... ...ну, это прям влияет на здоровье... ...и, на мой взгляд, вы как бы... ...не совесть интернета, вы настоящие мрази интернета... ...и, б***ь, и вам это, б***ь, аукнется... ...прилетит вам по карме когда-нибудь за весь этот хайп дешевый... ...вам жизнь воздаст... ...вы настоящие мрази, знайте это... ...ну, а теперь давайте поговорим все-таки, как я болел и что было после... ...я сболел где-то 20 декабря, ну, по примерным прикидкам... ...потому что плохо мне стало 25-го... ...и первое время я, на самом деле, не думал, что это ковид... ...почему? Потому что я, в общем-то, не выходил из дома... ...у нас был сезон, и мы много работали... ...потом я, как бы, немножко выдыхал... ...занимался делами... ...я реально на улице особо не показывался... ...у меня там был такой второй лукдал... ...по собственному желанию... ...вот, но я вышел один раз с товарищем... ...товарищ мне помогал починить машину... ...там, повозиться с сигнализацией... ...и мы вот были на улице где-то 3 часа... ...при такой температуре плюс 1, плюс 2... ...нельзя открыть бензобак... ...без электричества... ...здесь еще один винтик заныкан... ...тому придется поковыряться... ...деваешься... ...новый опыт... ...будешь угонщиком потом... ...одна проблема решена... ...ребятам огромное спасибо... ...и все, после этого мы вот спустя 5 дней... ...одновременно заболели, свалились... ...так что пока у нас... ...версия, что мы просто простудились... ...пока... ...тачку... ...чинили... ...и... ...явно не кто-то из нас... ...друг друга заразил... ...а... ...кто-то вот... ...в тот момент, пока мы были на улице... ...ковырялись в машине... ...то ли проходил мимо... ...то ли еще что-то... ...но вот где-то мы одновременно это дело цепанули... ...и здесь начинается первое приключение... ...потому что... ...ну я подумал, что это просто простуда... ...что ангина... ...все-таки... ...на морозе... ...возились в машине... ...вот... ...и скорее всего... ...это все-таки не ковид... ...потому что сегодня начало болеть горло... ...я начал лечиться там... ...как против ангины... ...пить очень много жидкости... ...с... ...очень много чая... ...с лимоном... ...и в общем все протекало... ...довольно нормально... ...то есть температура у меня была где-то... ...пару дней 38,5... ...такая серьезная... ...ну я вот спокойно отпивался... ...нон-стопом чай пил с лимоном... ...спал... ...кстати в борьбе с ковидом... ...хочу выразить огромную благодарность каждому лимону... ...который на ней погиб... ...их было очень много... ...потому что... ...в принципе ни врачи, ни остальная медицина... ...для этого ничего не сделали... ...так что спасибо лимонам... ...вот... ...и пару дней я провел вот так 38,5... ...потом температура упала до 37,5... ...но вместе с этим мне стало тяжело дышать... ...и начало прямо так вот... ...сводить... ...все тело... ...а на пятый день я проснулся... ...и привет как по часам... Ну че, можете поздравить... ...пропали у меня такие... ...запахи... ...и это было конечно удивительное ощущение... ...когда ты просто ешь еду... ...и либо совсем ее вкус не чувствуешь... ...либо ешь там салат... ...и чувствуешь только вкус уксуса... ...это... ...очень... ...очень... ...странное ощущение... ...никому вот не женаю... ...но слава богу вкус ко мне вернулся... ...в течении там... ...пару дней... ...я довольно легко перенес... ...и слава богу... ...потому что неизвестно... ...что было бы... ...в противном случае... ...потому что я живу в Подмосковье... ...и вот насколько я понял... ...за пределами МКАДа... ...за пределами Москвы... ...полный пи***ть... ...я в Московской области... ...в нас полный пи***ть... ...то есть... ...если в Москве... ...есть более-менее какая-то система... ...то вот даже уже в Московской области... ...ты практически предоставлен сам себе... ...после того как у меня пропали запахи... ...как бы вкус... ...я вызвал врача... ...врач испуганно там... ...стоял где-то в коридоре... ...даже не назначил мне... ...анализы... ...ну типа... ...мазок ПЦР... ...говорит... ...а чё... ...тебе назначать... ...ты уже... ...понятно что ты ковидный... ...вот... ...осторожно послушал... ...а мне легкие... ...сказал... ...что... ...ну... ...легкие по-любому заденет... ...поэтому... ...вот тебе... ...в общем единственное... ...что мне врач оставила... ...сказала... ...будешь пить... ...когда результаты КТ будут известны... ...результатов КТ у меня нету... ...и вот не знаю... ...что это... ...и зачем... ...никакой информации... ...если начнется пневмония... ...будешь пить... ...и... ...слава богу... ...я все это время... ...я все-таки блогер... ...у меня инстаграм активный... ...там много взрослых людей... ...врачей... ...и знакомые врачи есть... ...и... ...мне все это время... ...присылали... ...списки того... ...чем лечат... ...в ковидных госпиталях... ...некоторую... ...последовательность того... ...как нужно действовать... ...и я понял... ...что spend... ...но врач... ...мне несет полную чушь... ...и может угробить мое здоровье... ...почему, потому что... ... когда ты болеешь ковидом... ...у тебя совершенно не обязательно... ...начнется пневмония... ...и даже когда она начнется... ...ьет... ...ам может быть несколько типов... ...она может быть вирусная... ...может быть бактериальная... -...антибиотики... ...нужно принимать только когда она... ...бактериальная, мне... ...вот varias... ...нося... ...как если я их начал принимать... ...я бы сильно угробил бы... ...здоровье и ослабил бы организм... Но самое смешное, что из общения с аудиторией я понял, что для разных регионов страны существуют свои рецепты борьбы с ковидом. И если в Москве более-менее они нормальные, адекватные, то в регионах реально втюхивают фуфламицины, просто пачками выписывают. Мне этот человек пишет, там, типа, выписали ингаверин, через две недели, типа, я ожил. Блин, дурак, ты через две недели без любого лекарства бы ожил после ковида. Ну, то есть, по моим ощущениям, во многих местах люди просто предоставлены сами себе, им что-то выписывают просто плацебо. И дальше организм, ну, либо борется, либо не борется, либо ты как бы умираешь. Кстати, избыточная смертность за год в России, вот с апреля, плюс 350 тысяч. Вот можете представить, сколько людей погибло реально от ковида, при том, что уже даже московские власти признали, что избыточная смертность на 95% это последствия ковида. И вот самое коварное, что есть в этой болезни, это то, что при ковиде начинает сгущаться кровь. Максимально серьезно советую всем отнестись к вот этой истории с тромбами, о которой почему-то, ***, никто не говорил. Но как выяснилось, что при ковиде очень сгущается кровь. Из-за этого образуются тромбы. И да, дисклеймер, вы как бы не должны лечиться сами, вы должны обратиться к врачу, он должен вам назначить лечение. Но в реальности, вот как я выяснил из общения с аудиторией, в большинстве случаев вам выпишут либо фуфномицин, либо неправильное что-нибудь назначат. А самое важное, что нужно, а это именно антикоагулянты. Это препараты, которые разжижают кровь и предотвращают образование тромбов, из-за которых начинает крошиться весь организм, все органы. Вот у меня тессорелка, очень редкий сейчас препарат, который тяжело купить. Были только двадцатки. Но, говорю, с тромбами это там прям серьезно все. При ковиде, имейте в виду. Мне его врач просто не назначил. Я не спросил, а что, антикоагулянты пить не надо? Он говорит, не надо, только вы их не купите. То есть она мне даже не стала про это говорить. Я говорю, а вот сказать-то можно, чтобы я, ну нету их в аптеках, я буду как-то искать, прикладывать усилия. Мне просто про это не сказали. И с этим связано очень-очень много проблем, которые мы получили вот с ковидом. Всем срать. Более того, нет, даже если у тебя есть деньги, желание ты не сделаешь. И понять на самом деле, что начинается тромбоз очень просто. Начинается покалывание в конечностях, там, в пальчиках, на ногах. И вот если у вас ковид, и это начинается, это примерно оно, вам срочно нужны антикоагулянты. Иначе микротромбы образуются в легких, начинается пневмония. Тромбы образуются, в общем-то, повсюду. И крошится весь организм. И слава богу, я вот заранее все это знал. И я в тот момент, когда у меня пропал вкус, я понял, что это ковид, я сразу начал прикладывать усилия, чтобы достать препараты. И полный трындец в том, что лекарств реально в стране нету. Просто полностью все просрано, разрушено. Нет ни медицины, ни в аптеках лекарств. Наконец-то достал ржайку. Ребят, есть на Сбербанк аптеке. Одну опачка в одни руки. Реально, сейчас люди на улицу должны выходить за Навального, а вот против этого пи***, на мой взгляд. То есть, каждый, кого затронула эта болезнь, я думаю, просто в ярости. А затронула она многих. У кого-то родственники заболели, кто-то сам переболел и видел весь этот пи***. Я надеюсь, что, посмотрев это видео, вы поймете тоже. Прочувствуете этот пи***. Соприкоснулся с Российской истиной. То есть, когда ты болеешь, тебе плохо. Представьте, что ты ощущаешь, когда ты не можешь достать лекарства. Банально. Есть, наверное, самое ужасающее, что я видел. Это последний твит Дениса, в котором он пытался найти лекарства, выписали из больницы. И при этом он искал себе антибиотики. Игорь Асанов, наш коллега, нашел, ему привез. И он написал, вот, все, наконец-то, буду жить. Это, наверное, вместе со всем остальным вдвойне возмущало, что человек выписали и не дали вообще ему ничего. Никаких лекарств. Так что, в общем, ковид я прошел на чай, лимонии и крови разжижающих, по большому счету. А, ну еще очень важно пить витамины. Много витамина Д, по 10 капель. Магно-Б6, чтобы поспокойнее быть. И, конечно, мультивитамины. Организм нужно поддерживать. По сути, он борется сам. Главное, вот, разжижать кровь. Не давать образовываться тромбом. И в остальном, ну, ты предоставлен, в общем-то, своему иммунитету. Как у тебя пойдет, какие у тебя осложнения будут. Важно мерить уровень кислорода в крови. Именно поэтому, вот, мне срочно пришлось прикупить новые часики от Apple. Я думал купить, наконец-то сменить. Потому что уже и тормозят старенькие. И вот этот кислородометр очень полезен. Так что, в принципе, давно это назревало. Потому что обычные, вот эти дешевые измерители, которые на пальчик вешаются, их в городе просто все раскупили. Их просто не было. Что нужно знать про нашу медицину? Что, в принципе, ты интересен ей в плане ковида, только если ты подыхаешь. Если у тебя температура, там, 39 с лишним, держится несколько дней, лихорадка, тебе тяжело дышать, тогда есть отработанная система. Ты звонишь, скорая приезжает, делает тебе тест, отвозит тебя на КТ. Если у тебя большое поражение легких, там, 75%, то тебя забирают в ковидный госпиталь. Если у тебя более-менее легкое течение, то отпускают домой, говорят, сиди, вот там, лечись, примерно, как я. То есть, в иных случаях, там, как-то, вот, предупредить болезнь, еще что-то, ты им практически не интересен. Мой товарищ, он вообще, который тоже одновременно со мной заболел, он пришел в больницу с вирусом. Он нахер послали домой, говорит, что пришел, иди дома сиди. И мы сидели, у нас одинаковые симптомы. И в тот момент, когда у меня уже неделю не было температуры, я пошел сам платно сдал тест на ковид. Он подтвердился. Я звонил ему, говорю, слушай, у меня подтвердился ковид. Он говорит, а, меня вчера выписали. А он, между прочим, в МЧС работает. То есть, человека, больного, еще как заразного, да, у него уже нет температуры, но заразного еще на тот момент отправили обратно на работу заражать всех остальных. Вот такая у нас медицина охеренная. Просто топовая. Самое смешное началось вот после того, как я сдал тест, потому что мне тут же позвонил дедушка из Роспотребнадзора и начал говорить, ну что, у вас там ковид подтвердился. Ну вы теперь две недели минимум дома сидите. Вот. А то штраф от 15 до 150 тысяч. Я говорю, дед, я уже месяц болею. Я уже здоровый почти пошел тест. Давайте посмотреть, зараженные или не зараженные. А, не, ну вы помните, что штраф, если выйдете, вас будет Росгвардия ловить. Штраф от 15 до 150 в зависимости от обстоятельств. А, кстати, с вами кто-нибудь живет? Вы там не укрываете ковидник? Если вы скрываете кого-то, кто с вами живет, штраф 15 тысяч, там, б***ь, потом за улицу штраф 150 тысяч. Вас теперь будет Росгвардия ловить. Я говорю, беспокойся, дед, я никуда не ухожу. Он, б***ь, продолжает, б***ь, твою телегу, как робот. Выздоравливаете. Все, что мне, в общем, все, что сделано государство для, в общем-то, моего лечения ковида, это выписал неправильные таблетки. А еще, причем, я решил сам пойти на КТ. И врач, она обещала, типа, через день перезвонить, спросить, как у меня дела, и какие результаты КТ. И она ни хрена не перезвонила. Самое смешное, что доктор пропал, б***ь. Сказал, б***ь, б***ь, и просто забыл, б***ь, что я существую. Ко мне приходил один раз врач, выписал неправильные таблетки и даже не вспомнил про меня потом. А второй раз я имел дело с Роспотребнадзором, который грозился мне штраф выписать, если я выйду из дома. А еще меня поразило то, что ты не можешь никак съездить на КТ, кроме как на личном транспорте. У меня, к сожалению, пока я только починил машину, и пока я болел, я КТ не смог сделать, потому что машина сломалась, у меня нет возможности доехать. Ну и, в общем, наверное, не зря, потому что у меня не было пневмонии. Это была бы личная нагрузка на организм. Тоже нужно помнить, делать КТ или не делать зависит от вашего состояния и рекомендации врача. Ну и, короче, вот так я болел предоставленный сам себе. Собственно, запахи и вкус у меня пропали 30 декабря, представляете, прямо перед Новым годом. И на следующий день, на самом деле, уже не стал моей температурой. То есть у меня было ощущение, что я такой переболел серьезной болезнью, но вот восстанавливаюсь. И можно было бы выдохнуть, но тут начались побочки. И, слава богу, моя подруга, которая переболела, она уже предупредила меня, что вот ты готовься, может быть разное после ковида, но даже учитывая, что она меня предупредила, я не был готов, вот реально не был к тому, что меня ждало. И это просто какой-то непрерывный кошмар. Вообще непонятно, что тебя ждет. Летит гормоналка, начинают сыпаться волосы, ты чувствуешь себя каким-то вот старым инвалидом. Людям просто вот страшно на работу ходить, а они вынуждены через весь этот упадок силы идти. Мозг, он по максимуму пытается сэкономить ресурсы. Короче, приятного мало. Это все вкупе ужасно. Редактор субтитров А.Семкин